Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моей покупке в магазине Магнит Косметик, который открылся у нас в Угличе. И если верить слухам, почему-то вспомнились слухи из Магирека, мне про них сказал великий консультант. Ну вообще я в Магирека не играю, ибо у меня телефон не той модели. Конечно можно прыгать с бубном и установить Магирека благодаря каким-то там фанатским действиям, но все-таки игры это не мое. Короче говоря, благодаря слухам, точнее если верить слухам, если верить той бумажке, что висит у нас в Магните, то с 16 декабря до 31 декабря, то бишь всего года, у них проводится акция 50% до 50% скидка на парфюмерию. Короче он находится у нас на часовом, если кто-то есть из Углича знает, что один человек меня смотрит, по-моему один, возможно еще там каких-нибудь полтора знакомых. Которые из прошлой очень простой жизни, короче говоря, если вам вдруг интересно и вы в близлежащих городах, но не Ярик допустим, а ближе к Угличу, да, и в Углич вам быстрее ехать, чем допустим в Ярик или в Рибинг, то Welcome to Hell. В общем, в районе, на часовом заводе, на часовском, в часовском районе, да, где раньше был универсал, но я вообще на самом деле путаю универсал и универмаг, короче говоря, где на часовом вот есть магазин просто магнит, то вот рядом как раз открылся магнит косметик. И там даже выход такой есть, проход между ними, я когда выходила, туда заходила не заметила, когда выходила, заметила дверь открытая, и можно пройти прямо не на выход, а в магнит уже за едой. В общем, огромный такой магазин по углическим меркам, большой конкретный магазин магнит косметик, первый раз я там была в таком магазине в Кандапоге, кажется, я знаю, что меня человек смотрит, если еще смотрит из Петрозаводска, и если я что-то путаю, и в Кандапоге до сих пор нет магнит косметика, на самом деле он есть в Петрозаводске, то возможно все-таки в Петрозаводске. Тогда, в 2013 году я ездила своим ходом с тогдашней, можно сказать, подружкой Ленкой, у меня очень много подружек Ленок, и знакомых тоже, так же, как Аняк, и Настя. Она, в общем, меня тогда, нисколько, в общем, я ее вроде как приучала к тому, что смотреть в музей, то есть все, гулять, а она меня приучала ко всяким магазинам, я так узнала о существовании магнит косметик именно от нее, и кажется, все-таки в Кандапоге я тогда что-то даже там покупала, у меня пакетик еще был из магнит косметик. Насколько помню, это было где-то на Атшибе, и как-то вот, ну, вроде как в городе, но при этом не совсем. В общем, ассортимент такой же, как в Ярике, допустим, очень большой, там можно также понюхать, какие-нибудь духи есть, бумажки, все очень много. Так как он недавно открылся, там не совсем везде еще выставлен товар, есть некоторые места такие пропуски, и я туда ехала исключительно с заватными дисками и жидкостью до снятия лака, потому что моя у меня заканчивается, и Елена, которая присылала мне посылку, с которой мы вконтакте общаемся довольно часто, ну, когда заходами, скажем так, потому что я периодически пропадаю, не только с подписчиками в общении, но и вообще с людьми, друзьями, своими родственниками. Короче говоря, она испугалась, что там всякой фигни на покупаю, на самом деле я хотела взять список литературы, список литературы я не уняла, но я купила только две вещи, не поверите, шапоголик, я иногда бывает не шапоголиком. Да, кстати, я украсила, правда не видно, я потом, возможно, отдельному расфоткую, или еще, даже сегодня еще планирую записать видос этих платьев своих, конечно, это все выйдет уже довольно поздно, потому что у меня еще сегодня небольшое запланированное дело, о котором знает только пока один человек, второй человек, я названивала, названивала, но трубку не берут, поэтому знает только один. Короче, вот такую жидкость для снятия лака я себе купила, 43 что ли рубля, тут 125 мл, кажется, я у кого-то видела из блогеров на ютубе отзывы, в упор не помню, о чем они, какие эти отзывы об этой жидкости были, может быть, даже у Аленки видела на канале, короче, это у нас жидкость для снятия лака, 125 мл, мягкая парфюмированная, новель Этуаль, деликатный и щадящий уход за ослабленными ногтями, с маслом, каким тут маслом-то, где-то я его видела, масло-масло, касторовое масло, короче, тут составит, у нас месяца после вскрытия до октября 2020 года, это счастье. ЗАО Новая Заря, Москва, вот такая вот жидкость, я ее заюзаю, она не знаю, она сама по себе голубая, наверное, голубая. Так, в общем, мне очень нравилась та жидкость, которую я покупала еще в начале года, и она уже была в пустых баночках в черном коте у нас, но на самом деле он называется вообще не знаю, как сейчас, черный кот, потому что в другом месте открыт, и, по-моему, это совершенно уже другой черный кот, предыдущий черный кот, ну, в общем, тот бывший черный кот углический, я там весной покупала жидкость, я не помню, как она называлась, по-моему, доктор Нейл, доктор Лак, доктор для ногтей, что-то такое, она масляная была, я очень хорошо удаляла, и ногти, ногти от нее были в восторге, короче говоря. Но так как я туда больше не совалась, или специально просто не искала, или когда она у меня была, я там была, ну, в общем, не купила я ее больше, была у меня еще другая, наверное, была в пустых баночках, и не очень она мне нравится, хоть там написано, что с витами... с экстрактом вишни, но на самом деле составе там чистоя, вот химия, 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 вот такая вот, тут в составе видно, что там масло. И еще купила шлейку для кота, мне еще родняк говорила, что надо купить шлейку, и что-то я как-то все читала, отзывы в интернете смотрела, там, как это выглядит, даже видела, смотрела, как надевается, надо будет еще смотреть, потому что если я вдруг не соображу, то придется искать. 199 или с копейками, или просто 199, вот такая вот штука, в том же магнит-косметике, там были еще оранжевенькие и синенькие, я решила, что взять синенькую, ну, что-то у меня так первая на меня глянула, и сначала я ее захотела, а потом поняла, что это. В общем, такой вот, наверное, шапоголизм маленький совершенно, 250, 242, 243, как-то так у меня вышло, и завтра там мне выдали чек, по которому вот, или по этому чеку, или просто там скидка завтра на белые ценники, фиг знает, но мне ничего не надо, у меня целая полка всего, что есть, и то, что я сама покупала, то, что девчонки надарили, и подписчицы, и вообще вот фига всего. На 2-3 года жизни вперед, наверное. А, в общем, кот у меня просто периодически подходит к двери, он, наверное, думает, что там, что я живу не на 4 этаже, а как и обычно в деревне, выйдешь и гуляешь. И я просто хочу попробовать, будет ли он сие на сети, и если будет, то, может быть, вблизи дома с ним просто на улице гулять. Первый раз, когда я в своей жизни увидела вот эту шлейку, у меня был тогда кот черный, Черныш его звали, один следствий с ним он прожил, самая мелкая, когда я была, у меня 33 или 35 года было, когда его довели. Мама принесла от кого-то чисто попробовать эту шлейку, но кот из нее у нас вырывался. Этот немножко другой кот, тот, конечно, если мясо на столе лежало, он его не жрал, если ему не дают, а этот скоммунитит даже из тарелки хозяина, и даже не мясо, поэтому я не знаю, как он среагирует на это, но местами он умнее, чем... Не хочу сказать, что черный был лопой, черный тоже был хороший, но черный как-то не хотел носить упряжки. В общем, вот такое у меня беглое маленькое видео. Всем спасибо за просмотр, ну и покеда вам!